друзья всем привет всем огромный привет продолжаем мы с вами снова проходить наше путешествие по маршруту владивосток-питер кто на канал не подписан напоминаю подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии кто еще не подписан также не забываем про тайм-коды про плейлист на канале всем приятного просмотра так река большой и я выше вот здесь мы остановились прошлой серии и продолжаем продолжаем двигаться это напоминаю пермский край это пермский край сегодня планирую как бы сделать достаточно большой рывок потому что как бы этой путешествии ну скажем так уже достаточно сильно затянулась вот но все равно будем по возможности заезжать в населенные пункты какие там будут у нас по пути так вот какая табличка давайте посмотрим название районов березовский район ну такая вот стала березовский район как бы ничего особенного ну а это у нас был лысвинский район да это лысвинский район который мы только что благополучно проехали город лысва мы с вами посмотрели в прошлой серии так и теперь движемся дальше движемся дальше так сегодняшней серии наверно опять же получится получится немножко такая так тут что-то в основном будет вот такая вот картина как бы да и ничего больше населенные пункты надеюсь все таки будут ух это наверно вот этот борщевик как он правильно называется скорее всего да это он а может быть и я ошибаюсь но в принципе что могу сказать вот он опять он был по-моему это он если я ошибаюсь напишите в комментариях будет интересно конечно почитать ответить по возможности отвечу очень опасно и опасно и такое растение жгучее ядовитое так нам по сути то осталось то преодолеть совсем чуть-чуть доедем до первого это уже точно но потом уже посмотрим как нам дальше путь наш ляжет нам бы сначала до перми доехали помощь на перми не добрались блин может это не борщевик может не ошибаюсь ну блин напишите в комментариях что это за цветы очень интересно хотелось почитать что это такое кстати дам борщевик не от слова борщ борщ на как может быть многие могли подумать вроде бы как они очень красивые пыли по всем поменьше дорого пошла хорошим много этапами новый посвежие асфальт более обновленные так и вот какая то первая деревня давайте глянем песчанка да вроде нет хотя вроде бы на деревне то не похоже какой-то домик один а такой разрушенный полу разрушенный собственно так ну вот посмотрите есть вот такая мельница даже до есть вот такая мельница муку молоть работает она или нет интересно или также наброшка только выполняет чисто эстетическую функцию и все в общем на деревню как-то это не похоже на деревню конечно это не похоже так опять какой-то на зеленый пункт река бартын река бартын или бар там кого где она а вот она она больше находит на болото похоже на на реку вот реально похоже на какой-то на болото так дорога классная новый асфальт и вот этот блин как это растение называется может хотя может может и правда борщевик блин я конечно не не ботаник поэтому точно сказать не могу точнее не смогу ну если кто знает пишите берегите лес лес берегите 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 лес Да, однотипные пейзажи за окном. Практически ничего нет. Так, вот сейчас что-то будет более такое узнаваемое. Так, Сосновка 10, Сая 23, Копчиково 0,5. А, типа вот это Копчиково и есть деревня. Вот она, она деревня Копчиково. Ну, блин, обычная и типичная деревушка. Как бы ничего особенного. Вон стоят там несколько домиков, да и все. Ну, как бы не то, что несколько, но есть и есть. Ладно, так и быть, есть дома. Ну, не так немного, как бы... Не так уж их и много. Шаква. Ну, шаква 4 километра. В ту сторону мы добираться туда не будем. Естественно. Да и не получится, наверное, у нас. Не знаю, к счастью это или к сожалению. Ну, то и не получится. Спасибо. фотографии не знаю смотреть наверно даже смысла нету потому что ну вот может быть час березовка там что-то будет горга ну березовку мы опять же проедем получает стороной мы ее как бы особо-то не увидим поэтому может быть хотя бы фотографии какие-нибудь будут нам доступны карга деревне карга и думать деревне ты может село ну вот и и и и и и и и и подъезжаем перевозовка тут точно как минимум либо село либо поселок так а это табличка была до березовка она самая силу это как минимум ну и город это однозначно вряд ли это город хотя знаете этим трудно понять тут еще тоже есть ну будет поселок колючок поселок наверное поселок березовка я думаю поселок ошибаться ну мне кажется что да это так и и и и и и какие-то боксы, гаражи, непонятно так Угу. Вот дома. Дома есть. Там небольшие такие домики. Поселок городского типа. Что-то типа такого. Того, я думаю. Этого точнее. Ну, могу ошибаться. Могу, могу, конечно, ошибаться, да. Так, и вот такая вот стала Березовка. Вот так вот она выглядит. Ничего такого особенного. Обычная, обычная Стелла. Как бы немножко так. Понятное дело, что они отличаются. Есть, конечно, однотипные. Есть немного отличающиеся. Так, сейчас попробуем. Так, это что, какой-то заброшенный пост? Пост ГАИ? Или что-то типа того? А-а-а. Менты дежурят. Точнее, не менты, а ГАИшники. И уже кого-то тормознули. И кого-то уже тормознули. Попался паренек. Точнее, даже можно перенюхать дяденька. Попался паренек. Субтитры сделал DimaTorzok. так давайте-ка все-таки смотреть фотографии мы уже уехали давайте до глотков честно доезжаем заодно можно посмотреть а потом уже сразу будем будем фотографии смотреть так сейчас одну секунду пожалуйста ну от кого тут ничего нет вот доезжаем до речки большой и уже от нее начнем стартовать так давайте смотрим фотографии так ну глоткова можно даже пропустить сразу ничего нету это как бы все карга вон тоже то же самое давайте сразу посмотрим березов березовка есть фотографии я не сомневался село в пермском крае между прочим смотрите интересный факт население на 1 января 2012 7777 человек охренеть сколько вопрос вопрос сколько сейчас ну вот опять такой же барак школа вот такая вот школа бутик комиссионный магазин вот река березовка пятерочка это как быть спортивный зал да походу так ну и давайте теперь посмотрим еще несколько фотографий березов березовская средняя школа не будет у нас фото дом культуры может быть тут посмотрим что тоже не дают нам фотографий ну хорошо давай тогда посмотрим ок это что такое ок спортивно физкультурно а физкультурно оздоровительный комплекс наверное к я думаю что до физкультурно оздоровительный комплекс так ну и март марта наверно гостиница какая-то до гостиница март интересное такое название так тут что-то играет я не знаю если опять же напоминаю вдруг ролик попадет вот эта вот часть под запрет там авторские права или что-то типа того то мы естественно прекратим ну ладно пожрать я устала экзаменов сложный быть одной я так устала я устала от парней несерьезных которые мне писали один был толстый другой не знаю будут ли за такой авторские права я чуть сомневаюсь конечно ну ладно в общем вот так вот мы с вами так возвращаемся на нашу трассу и продолжаем дальше продолжаем ехать дальше и 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 Рожко. Рожково село. Вот она. Деревня, наверное. А это Заборье. Это деревня Заборье, да. Вот чуть-чуть вот так вот ее видно. Сейчас мы ее проведем сначала, потом попробуем посмотреть на фотографии. Вон оно, вон там, на горизонте. Так, глянем. Но мне кажется, что не будет. А нет, есть две фотки. Вот такой, вот такие вот. И, кстати, даже школы уже нет. Ну, ладно. И на том спасибо. И на том спасибо, как говорится. И не едем дальше. И вот так, вот так вот. Вот какая-то речка. К сожалению, нет названия. Без названия мы сегодня ее проезжаем. Так. Не, я ничего не знаю. Тут попадаются какие-то такие мелкие, корноухово, но она. Она где-то вон там. Ее отсюда не видно. Отлично. Это былаmerная история. И так же, как alle верно. И опять их доминочек. И пока я проведем его. Очередная分鐘! О, stir пусть. И сам наш жен вон! И об, за счастье, потому что на книгу мы о miteinanderхвале о Speке. И вот снова. Снова табличка. Кунгурский район. Вот такая как бы стелла, но стелла не стелла, но кунгурский район, в общем. И обратный Березовский район. Вот еще одна. Счастливого пути. Вот еще одна. Такая стелла. Та больше напоминала табличку. А это именно стелла. Продолжение следует. Так. Продолжение следует. Мечково. Село, деревня. Но фотографии вряд ли здесь будут. Это прям надо. Очень сильно в это поверить, чтобы они там были. Так. Кунгур впереди ожидается нас. Ожидает нас. Это такой прям большой-большой населенный пункт. Ну, давайте попробуем, попробуем доехать. Попробуем до него добраться. Ну, а опять же, вам рекомендую подписаться на мой канал. Кто это еще не сделал, поставить палец вверх и написать интересный комментарий. Это очень помогает в продвижении роликов. Поэтому буду очень благодарен вам за это, если вы это сделаете. Кунгур это, наверное, город уже больше будет напоминать. По крайней мере, я так думаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что? Так, допунул машины. Вон есть уже, едут за окном. Или мотоцикл там. В общем, все подряд гоняет. Ну а чего? Лето? Наступило. Фактически, да. Такое. Ну, такое прям весеннее. или это ранние достаточно ну блин окном еще ехать то до этого до кунгур это вот она кунгур так сейчас будет поворотик такой давайте-ка посмотрим и оценим ситуацию где нам лучше проехать и как хотя бы ориентировочно блин унгур прям такой крупный город я бы сказал возможно даже все-таки стоит все-таки наверное давайте мы давайте мы наверное повернем да вот здесь вот сельское поселение филипповская сейчас будет сначала у нас я надеюсь мы правильно поехали так вот она филиппово угорская ледяная пещера так не едем едем вот здесь через филиппово село сельское поселение село филиппово вот она вот так вот выглядит не знаю относится она относится или это в городу кунгур или нет так сменилась карта вот и снова опять вернулась двадцать первый год от 16 до 21 так оно все меняется бар три семерки это пора я бы так назвал бы его так нам бы не проехать поворот а он буквально вот блин буквально вот сейчас будет скоро уже так какой-то полу развалившийся домик вот он вот этот скорее всего временный вероятнее всего так так блин блин вот это вот прямо на участке линии электропередач и это прям не есть хорошо все части занимают и огромную огромную часть так а это что у нас уже ли какая-то река река с его река с его вот эта речка у смотри сколько тут линий электропередач да ну мы собственно говоря въезжаем это уже кунгур это уже город кунгур и тут уже никаких сомнений вот так он нас встречает вот такими вот домиками тут что-то строит настраивают или пристраивают и так ну чё карта не хочет не хочет ехать блин на стрел опять так реально надо наверное перейти сейчас на другую дорогу блин ехать вообще невозможно не дает вот вот так хотя бы немножко так тут какой-то бывшее здание завода какого-то вагон ремонта вы может а может еще что-то непонятно а так авторынок такой вот вокруг здесь вот такие вот бараки стоят деревянные блин ну такое скажем впечатление принципе не с одной стороны неплохо вполне вполне неплохо ну хотя что мы ожидаем как бы тут в крупных городах это бывают свои причуды я уже не говорю про малые города так нам бы тут не заблудиться вот самое главное вот это вот так поехали наверное здесь еще раз повторюсь все мы естественно никогда не посмотрим это прям нужно отдельный ролик снимать вот тут скорее всего как пристройка была из нас настройка точнее я предполагаю но конечно не ошибаться ну там кто его знает до обычные обычные такие домики пятиэтажечки такой небольшой относительно небольшой относительно уютный городок унгур ну вот это вот вот это конечно это везде такое и тут нечему удивляться вот сплошь и рядом такое видно блин вот смотрите видите вот это вот окно предположение зачем я тут делали значит она война они изначально были эти окна а вот это уже после пристроили ведь логично же да вопрос зачем вот они эти окна идут какие карты гаражи коробки и как их правильно правильно еще называют ну и естественно вся при этом графики различные на них написаны как всегда вот опять таки полу подвальные помещения стокольные этажи и вот сама надстройка непонятно зачем так было строить вот это вот вот опять для чего ну что есть то есть ну а тут вообще уже мог на крыше я нет это не могут скрипся хотя да мог мог такой или что это вообще а тут значит так и ювелирный магазин золотой мастерская аптека тут уже прям какой-то восточный банк банка восточный пермь перми до автобусы едет в сторону перми вот опять смотрите такое прям здание таком в обшарпанном в обшарпанном состоянии кошмар ну блин стыдно должно быть за такие вот за такое не знаю это как бы судить уже не мне дождите куда я попал то давайте по ходу мне надо вот так вот сейчас выезжать ну по ходу да по ходу да так но я предлагаю проехать все-таки через поповку блин разу тут мы развернемся вот не поедем наверное через поповку и и будем выезжать да наверно так мы и сделаем вот сюда нам нужно вот так вот а так что это за табличка у нас а завод металлист завод металлист вот опять частные такие дома которых тут немало достаточно много я бы сказал сейчас будет поповка это тоже село или может микрорайон какой так и вот снова стала ранец на этот раз это не стояло это не стояло блин а тут какие-то прям такие даже даже не село поповка скорее всего поселок или что-то может микрорайон смотрите какие дома многоэтажки такие прям да такие вот многоэтажки это какой-то микрорайон больше напоминает школа наверно да это какой-то новый микрорайон детский садик есть нет это на детский сад наверно это не школа это наверное внешне не школа так 75 него но ну он но блин опять и куда то вот доеду до поворота а хотя знаете что наверное сначала я все-таки давайте наверно вот отсюда мы посмотрим фотографии изначально посмотрим поповки а нету нету на поповку фотографии как это не прискорбно не печально и липовка вот филипповка есть несколько филипповка есть так а филипповка это что у нас село входит в состав в кунгурский район в рамках административно-дерриториального устройства кунгурский муниципальный район так ясно тогда знаете что наверное давайте пунгур посмотрим ох купающиеся сейчас одну секунду пожалуйста такая башня 1 часовня или когда направили называется ну вот такие вот фотографии давайте еще краеведческий музей посмотрим естественно из основных это обязательно лось такой был или олень вот и естественно посмотрим еще на тарков я думаю этого будет достаточно иконы церковь иконы божией матери так и и и Продолжение следует... Ну что, художественный, конкурсский, художественный, промышленный колледж. Тоже такой значимый объект. Памятник Ленину, естественно. Тут даже без него. Вот это праздник души. Спасибо. Вот так надо встречать гостей. Да, вот так надо встречать гостей. И он прав. Продолжение следует... Ну какой-то праздник тут у людей. Может что-то... Так, ну это мы уже видели. И тоже такая повторка была. Так, ну что, возвращаемся на нашу дорогу. Давайте нам чуть-чуть осталось буквально проехать. Так, мы правильно выбрали путь. Да. Сейчас мы быстренько доберемся до... До нашей конечной точки. Сейчас, одну секунду, пожалуйста. Вот. И будем уже закругляться. Как бы... Я думаю, на этом хватит. Сегодня вот такое вот получилось путешествие. Так. Дорога. И нам показывает сразу же направление на Пермь. Пермь. Ну, давайте-ка. Вот на этом мы и остановимся. Вот в этом вот самом месте. А уже продолжим с вами в следующей серии. Друзья, ну что. Спасибо всем, кто посмотрел. Кто не посмотрел, обязательно смотрите. Подписывайтесь. Ставьте палец вверх. Всем удачи. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok